Всем здравия тела и ясности ума. А я продолжаю движение в деревушку под названием Чанхам. И вышел я в эфир для того, чтобы поговорить о новых занятных тенденциях, событиях и о том, чего же нам ждать в самом ближайшем времени. Итак, дорогие друзья, тут любопытные события начали происходить. Захожу я в банки везде, морда идентификации требует такие. А тут недавно в тайском парламенте, или как это у них там называется, Кнессит или хрен его знает, в общем заседание этих вот депутатов, да, как в других странах. У них там по-своему все это здесь безобразие называется. Так вот, дозаседались они до того, что теперь, понятное дело, кто им подсказал, теперь данные по банкам, по счетам, по другим активам, которые есть у иностранцев, находящихся на территории Таиланда, Как бы будут передаваться налоговым инспекциям других стран? Откуда, собственно, эти иностранцы взялись? Особенно грустно поначалу придется тем иностранцам, но это касается и россиян тоже кусается, да, особенно грустно придется тем, кто живет меньше 183 дней, или 181, не помню точно. В общем, меньше, чем полгода живет на территории Таиланда. Тем, кто живет дольше, чем полгода, а то может вообще годами не выезжает отсюда в родные пенаты, вот тем, конечно, безусловно полегче. Но там очень интересные формулировки все присутствуют. Ну, во-первых, если вы мотаетесь тудем-сюдем, и ваши данные передали, и вы тут фрилансите, или что-то еще делаете, или каким-то другим образом получаете денежки, и даже получаете денежки на свои счета под видом переводов от других частных лиц в виде подарка, О! Это все тоже доход. Дорогие друзья, это все тоже является доходом. Поэтому мудрые налоговые инспекторы, не мудрые, а умные налоговые инспекторы, сидящие там, в том числе в Российской Федерации, они почешут сверху, верхнюю голову почешут, нижнюю голову почешут. У кого она снизу есть, у кого нету, то может почесать булочки. И такой, о, говорит, Федор Федорович, говорит, мой хороший. Вот наши добрые тайские друзья прислали о том, что у вас на счетах есть миллионы или миллиарды тайских бат. Говорит, вот где вы украденные денежки спрятали от нас, от налоговой инспекции. Говорит, мои хорошие, сейчас мы вас демократизируем, заплатите-ка нам налоги. Понимаете? Я говорю, все это в первую очередь, конечно, касается тех, кто резидент или не резидент. В общем, смысл в том, что если вы на территории Таиланда постоянно живете, то у вас есть только один косяк. Если вы начинаете переводить деньги в недружественные страны, понимаете? Говорит, вот сидите вы в Таиланде такой, и вы взяли и перевели какому-нибудь Франку Мюллеру в Германию деньги. Так вы уже пособник получаетесь. Нехороших людей. Понимаете? Франку Мюллеру перевели деньги. Он из недружественной страны. Гражданин недружественной страны. Вы уже нарушили закон о российской фудурации. Понимаете? Вот так вот случилось. Как-то. Поэтому к чему вообще весь этот балаган происходит, дорогие друзья? А балаган происходит по одной единственной причине. Вы что думаете? Существуют какие-то террористы невероятные, да? Которые сами по себе где-то организовались. Которые сами по себе где-то добыли оружие, транспортные средства, патроны и все остальное. Как же это так у них удалось? Они что за... Как же это так случилось? Знаете, вот какая-то идиотская, конечно, идея в голову пришла. И не только мне, а очень многим приходит. Что спецслужбы разных стран, то есть сами государственные системы создают себе вот этих вот замечательных террористов, да? Сами их финансируют, снабжают оружием. А потом этим двуногим баранам рассказывают сказки о том, что есть какие-то где-то страшные террористы, которые сами по себе возникли. Но мы вас будем от них защищать. Поэтому ваши права мы сейчас утопшим до состояния курей в курятнике. Поэтому мы будем контролировать все ваши банковские счета вокруг враги и террористы. Поэтому и вы тоже... Это в будущем. В будущем мы будем устанавливать, как в чудном дивном мире, вот знаете, чтобы все было под надзором большого старшего брата. И Министерство счастья, и Министерство финансов, и Министерство счастья, это в принципе тоже. Их можно объединить еще с налоговой инспекцией вместе. И вообще хорошо, здорово и приятно всем будет. Все должны находиться под тотальным контролем. Так вот, что интересно. В тайских банках, значит, здесь тоже везде этот фейс-контрол. Ну, не во всех, не во всех, еще пока не во всех. Но в некоторых банках, например, четко проверено, есть такой банк Тухосо, сельскохозяйственный банк. В нем иностранцам критически сложно открыть вообще счета. И раньше было. Ну, конечно, для некоторых индивидуумов это не касается. В принципе, я попал в то же число, поэтому я знаю, что происходит в Тухосо. Сегодня я к ним зашел. Они поменяли мобильное приложение. Оно у них было как из каменного века. Там какой-то чудик сидел. Значит, и на PC, которые в гараже собирали там самые первые сборщики компьютеров, вот на них они, наверное, писали свое первое предложение. А сейчас они выпустили новое. Не поскупились, потратились. И сделали новое чудесное банковское приложение, в котором фейс-идентификатор. Но иностранцам, вот этим вот фарангам, безобразникам и хулиганам, да, и не только безобразникам и хулиганам, которые здесь постоянно в том числе находятся, фигуньки. Вот. Можно пользоваться банковским аккаунтом. 20 тысяч батов, пожалуйста, переводи за одну транзакцию, и в день не больше 100 тысяч батов переводи. Да, пожалуйста. А все остальное с мордафейсом-идентификатором, который иностранцам недоступен. Ну, доступен в том случае, если иностранец получает гражданство Таиланда, ID-карту. И тогда все начинается, становится сразу доступным. Ну, об этом я в будущем, возможно, вам тоже не понаслышке расскажу. Как получится. Вот пока не будем зарекаться ни о чем. Так вот, и второй банк еще. Это типа Сбербанка в России. Центральный банк такой здесь местный, которым большинство пользуется. Как бы основной государственный банк. Такой голубенький, да, банчок. Замечательный совершенно. Вот у них такая же точно ерунда. Только ограничение в 50 тысяч бат на разовый перевод. Да? Крунгтай банк называется. Крунгтай. А вот в китайском банке... Кстати, в Крунгтай тоже невозможно сделать морда-идентификатор. Не получается. Они говорят, ну, говорит, иностранцам, говорит, никак, фигуньки, фигуньки, мои хорошие. А вот в Бангкок банке, часть акции которого, или большинство принадлежит китайцам, это сделать можно, дорогие мои. Пожалуйста, морда-идентификатор там можно включить. И, пожалуйста, переводите сколько хочешь. Иностранцам тоже. Так вот, что интересно. Есть еще несколько банчков. Я о них тоже, разумеется, расскажу. А есть еще один китайский банчок. Зелененький такой. Косикор называется. Так вот, в Косикорне вообще пока до сих пор никаких ограничений не имеет места быть. В том числе и для иностранцев. Пожалуйста, гоняй себе денежки туда-сюда. Сколько тебе надо, гоня. Вот и хорошо. Так вот, к чему мы потихонечку топаем, дорогие друзья. А топаем мы к тому, что у нас есть персональный идентификатор, или номер сим-карты, или точнее e-sim. А впоследствии для тех, кто сделал модную процедуру, этот e-sim будет прошит уже в нервную систему. Уже даже не нужно никаких девайсов будет. Такой опсс сразу. И все. В нужных руках ту разу. То есть телефон оказался и заработал сразу. Безо всяких сим-карт вообще. Вот в нужные руки просто взял человека и все. Индивидуум, точнее. Человеком сложно назвать. Это уже не человек. Это уже Люда-робот. Люда-робот. Прекрасное название. Такие Люда-роботы. И замечательно. Дорогие друзья. У каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. В ТТБ тоже можно переводы делать пока абсолютно естественным образом. Нормально можно делать переводы в ТТБ. Потом еще мы проговорим, я еще проверю, как дела обстоят у нас в Айудитая банке. Или Крунг-Сри. Ну, русскоязычным вы слово Сри правильно воспримите. Это к дерьму никакого отношения не имеет. Вот. Однако, дорогие друзья, все мало-помалу идет к тому, что у нас будет единая глобальная налоговая служба, которая будет двуногих вот этих вот животных. Где бы они не находились, да хоть на Северном полюсе. Ну, а знаете почему? Очень просто. Потому что Илоша, Кокоша наш хороший Илоша, Федеральное агентство по связи США, это вот эти вот чудные люди, которые сидят там и выдают разрешение на частоты пользователей. Они Илоши выдали разрешение на подключение обычных мобильных терминалов, то есть ваших вот этих вот Самсунгов, Майфунов, Айфонов и разных прочих всяких, напрямую к спутнику. И уже две тысячи тестовых абонентов могут по Илошиной вот этой вот связи разговаривать как Кокоши друг с другом. Алло, Михалыч, алло, алло, ты где? Я, говорит, на Северном полюсе, а я, говорит, на Южном. Через Илошу разговариваем, говорит. Хорошо. Ну, молодцы. Друзья мои, вот тем, кто знаком с радиотехникой, задайтесь одним простым вопросом. Ваш терминал, терминал сотовой связи, вот по которому сейчас в том числе ведется трансляция, какой максимальная мощность на частоте излучения, вот на этой частоте, там две тысячи с чем-то мегагерц, или там три даже пускай тысячи. Кстати, чем выше частота, тем, короче, расстояние. Это на какой высоте должны находиться Илошкины спутнички, чтобы терминал сотовой связи смог с ним связаться без каких бы то ни было дополнительных аккумуляторов и усилителей мощности, которые там на тележке сзади возить с собой, если только. Если не на грузовике, чтобы со спутником связаться. Ну, на грузовике я преувеличил, конечно, да. Безусловно, да. Но вы видели вообще телефоны спутниковой связи, как они устроены? Ну, это тоже отдельная история. Вот просто тем, кто знаком с радиотехникой, дайте ваши комментарии. Каким образом на 500 километров вот эта вот фитюлька, которая вы разговариваете? Как она может связаться? 500 километров, который якобы висит вот там. Это как? Знаете, дорогие друзья, я говорю, давно уже практически ко всем, еще со школы, со школьной скамьи сзади подошел вежливый ось, снял с вас штанишки и, так сказать, причленил все, что нужно и куда нужно ваши задние проходы. Вот с этими 500 километрами и рассказами по поводу того, что вы попробуете вообще установить связь за 500 километров при помощи обычного туросапа, то есть телефона вот этого. Очень интересно будет посмотреть, как это, так сказать, удастся сделать. Поэтому давным-давно уже та жуткая протухшая моча, которую заливает в уши вот людинам, которые ходят на то, что называется уроки различные в школах, там уроки истории, уроки географии, уроки астрономии, уроки биологии и разные всякие другие уроки, это много раз перекипяченая тухлая моча, которая не имеет абсолютно ничего общего с реальной действительностью. Поэтому, дорогие мои, пора куда-нибудь переместиться, промыть глаза от тех какашулечек, которыми замазали глазки многих, промыть свои ушки от тухленькой мочи и маленько иначе взглянуть вообще на все происходящее вокруг и хотя бы чуть-чуть приложить серого вещества к осмыслению происходящих вокруг нас совершенно уникальных и замечательных событий. Владимир, приветствую, так этим самым радиолюбителям не докажешь, что он на рацию в руках 5 ватт мощностью не можно связаться с так называемым спутником. Да не надо вот этим вот бураном в поле, когда они пасутся, доказывать ничего не надо. Они же ну мясу. Что им доказывать-то? Пусть сидит себе, бьет своим копытом по этому пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Алё, алё, первый, первый, а второй, альфа-бета, слышно ли приём? Ну, ну, на самом деле разумно это, они понимают, как зависит частота длины волны и на каких частотах можно связываться на длинное расстояние, на каких нет. И потом достаточно посмотреть в таблицу телефонной связи, какие частоты выделены для того, чтобы получить ответы на какие-то очень простые вопросы. Но в связи с этим возникают, конечно, у разумных людей, у разумных человеков, да, правильно будет сказать, человеков, у разумных человеков возникают очень интересные вопросы вообще. А тогда как все это возможно? Это же значит, значит, все-таки пора доставать что-то из заднего прохода. Владимир, как вернуть себе энергию, которую отняли крадниками? Дорогой друг, для этого нужно полюбить себя и понять, что выше вас никого нет. Тогда все отвалятся и пойдут в известном направлении, на хутор бабочек ловить. Посмотрите, пожалуйста, фильм, который я недавно опубликовал на бастионе, называется «Ключ от всех дверей». Пока вы допускаете, что какие-то гоблины будут устанавливать на вас крадники, и вы, как жертва несчастная, будете отдавать свои энергии, до тех пор это будет происходить, и какие бы ритуальные танцы с бубнами вы не исполняли, вы от этого не освободитесь. Вы освободитесь от этого только в один момент, сразу же, как только поймете, что вся Вселенная существует внутри вашего сознания. И вообще весь мир существует внутри вашего сознания. Нету никакого внешнего мира. Внешний мир – это иллюзия, с чем мы взаимодействуем. Мы так его воспринимаем. Но все находится внутри вашего сознания. И об этом много-много-много-много раз говорил. Не устаю повторять снова и снова. Есть очень интересные аудиокниги, которые я много раз рекомендовал послушать, и также они опубликованы. Опубликованы они у нас в телеграм-канале. Имеют место быть. Пожалуйста, берите, скачивайте и слушайте. Как научиться жить в настоящем моменте, а не в будущем или в прошлом? Дело в том, что каждый из нас может скончаться. То есть физиологические функции нашего телесно-умственного аппарата могут остановиться в любой момент. То есть вы можете умереть в любую секунду. Спрашивается, что беспокоится тогда по поводу того, что произойдет завтра. Беспокоиться не надо. Смотрите вот прямо здесь и сейчас, в настоящем моменте. Что вас радует? Чем вы можете порадоваться прямо сейчас? Безусловно, это не говорит о том, что нужно попустительно относиться к планированию, например. Да нет, планируйте, пожалуйста. Просто беспокоиться не надо. Беспокоиться бессмысленно, абсолютно. И вот это беспокойство и думы о будущем, а также думы, сравнительная форма о том, что было раньше. Как же мне было хорошо, а сейчас мне так плохо. И человек сидит и страдает. Больше ему нахрен заняться нечем, как сидеть и страдать. Так по делам ему, если сидит и страдает. Если никак не может до его понимания дойти, что это абсолютно бессмысленное мероприятие. Владимир, напомните, пожалуйста, название геля от орального кандидоза и сколько времени его применять. Юлечки можете набрать. Гель Кхаул Кхло называется. Плюс семь четыре девять девять, шестьсот тридцать восемь тридцать один восемьдесят четыре. Это *** Юли. У нее есть вот этот гель. Она вам более подробно про него расскажет. Но идея такая, кандидоз или кандида альба, это же тот грибок, который начинает свое размножение и предпонижение функции иммунной системы. Он всегда присутствует в организме. Как и, ну, например, аспергил, негрум там, или аспергил, фунгус. И другие грибы и паразиты. Все есть в организме абсолютно здорового человека тоже. Разница между здоровым и больным заключается в функциях иммунной системы. В том, насколько ваш организм загажен химикатами. В том, собственно, насколько много вы тратите своей жизненной энергии на то, чтобы нервничать, переживать, беспокоиться, опустошать себя энергетически. Если вы много времени на это тратите, то ничего с этим не поделать. Вы безнадежны. Вот и все. Здоровым человеком стать, это перестать беспокоиться, то есть забить на все это безобразие. Но при этом быть очень внимательным, но не беспокоиться. Да, планируйте, но не беспокойтесь. Ведь дойдите вы все в жопу с вашими всеми этими пентифлюшками, да? Я уж как-нибудь там спокойно обо всем подумаю. Мы все творцы своей реальности, мы можем все абсолютно верно вы сказали. Владимир, платите или не платите в грабительский фонд капремонта? Могу доказать, что это... Да вы можете доказывать что угодно и кому угодно. Вы как, знаете, как котики, которые собрались и пишут письмо президенту. Это никому не нужно, всем насрать абсолютно. Вы что думаете, никто не знает, что ли, что это грабительство? И сами те, которые собирают, они что, не знают о том, что они вас грабят, что ли? Или те, кто им позволяет это делать, не знают, что они вас грабят, которые получают большую часть с того, что они награбили? Вы же думаете, это все как-то никому неизвестно, да? Вот тут открыли беном Ньютона, да? И решили написать письмо президенту. Или там зампрезидента, или еще кому-нибудь. Или в международный нахрен суд решили написать. Вот это гаакский. Или там насракский какой-нибудь суд. Это бред сивой кобылы. Все это, если это дерьмезин. Понимаете, дорогие мои? Все это создано для того, чтобы у вас просто были замазанные какашечками глаза и залитые мочой ушки. Потому что все это дерьмо никогда не работало, и не работает, и не будет работать. Потому что все это сделано для того, чтобы люди настрадали, писали, беспокоились, нервничали. И занимали свое время всякой абсолютно бесполезной и ненужной деятельностью. Которая в конечном итоге ни хрена ни к чему не приводит. Вы знаете, что приводит чего-то к чему-то? Поймали чиновников подворотника, дали ему по яйцам хорошенько. Вот это действенно. Вот это действует. Это хорошо действует. А вот письма все. Когда у него туалетной бумаги не хватает, он говорит, берет ваши письма, пожамкает. И пошел себе популец вытягивать, блин, вашими писульками, совершенно никому не нужными. И временем, которое вы потратили на эти писульки. Дополнительные еще, по всему прочему. Поэтому, пожалуйста, снимайте свои розовые, серые или еще какие-нибудь очки. И начинайте понимать, что вокруг вас происходит. И нет никаких вариантов, кроме прямых и явных действий. Да? Говорит, опс, на мосту задушили урядника. Вот убрали свисток и оружие. И лежал он слуга департамента, а студенты плювались над ним. Слышен топот лаптей и сапог. Понимаете смысл в чем? Поэтому ваши, так сказать, словесные бездения всем до лампочки. Единственное, что помогает с ноги по яйцам или в рыло. Все. Других вариантов просто нет. Не действует. Никак. То есть на физическом уровне, я повторюсь, есть еще другие варианты, но они людинам не доступны. Людинам доступны действия на физическом уровне. Действия на физическом уровне, это с ноги, с ноги куда надо, да? Вот так вот. Или по морде. Это на физическом уровне. А на ментальном уровне есть очень другие интересные очень действия, да. Там вообще не надо физических действий никаких применять. Но этим пользуются как раз пастухи. И те, кто знают. Знающие. Да, пользуются. Всех целую. Обнимаю, дорогие друзья. До новых встреч. Пока. Здравия тела и ясности ума. Аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok